Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 613. События дня. 1 Тимофеевич 4.16. «Вникая в себя и в учении, занимайся симпостоянно, ибо так поступая, спасёшь себя и слушающих тебя». За 17 августа 2017 года. «Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Не знаю, будет ли у вас время увидеть и ответить на мой вопрос. Считаю толкование Феодорита Кирского на стих «Бытие 1.26. Сотворим человека по образу нашему и по подобию». «Я не могу всё совместить и вместить в себе». Он пишет, что обращение Бога идёт к Святой Троице. «Я соглашаюсь и принимаю постулат, принятый на соборе о динасущности и так далее. Но я не понимаю, как это в приведённом мною стихе. Не могу совместить, как один Бог, который обращается к своим сущностям. Молитву в Гефсиманском саду я отчасти понимаю, но это уже другое, ведь есть тело. Иисус, бывший в теле, обращается к Отцу тоже и со схождением Духа при крещении Христа. «А здесь тела ведь нет?» «Не понимаю». Вот, что прям только что в голову пришло, но не видела подтверждения в толкованиях. Как же это выразить? Что три части ипостаси Божии подобно, как и у человека. И как бы у человека был образ тела, как Сын Божий имел тело подобное, соответственно, Дух и Душа. Можно так мыслить? Слава Творцу! Кстати, о переводе. Феодорит Кирский неоднократно в толковании ссылается на перевод некоего Акиллы. Кто это? В цитатах из этого перевода яснее отображается суть, которую хочет донести Феодорит. Это Ривка из Украины, девушка одна пишет. Я отвечаю. Когда с разными онтологическими и экономическими вопросами пришла молодая, незамужняя особа к священнику, и стала ему задавать такие вопросы, на которые и ответ не следует даже искать. Все это от праздности и глупости. Он громко осадил ее. Дура! Выходи замуж! То есть вот начинает что-то искать где-то, что-то с чем-то сравнивать с женским своим умом. Ну что на это ответить? Вот считая ответ, нужно задуматься. Батюшка сказал, некогда. С пеленками будешь возиться, мужу готовить-то не будешь скитать. А то там понравилось, там понравилось. То к секту пойду, то к католикам, то еще что-то. Марина Анапа. Доброй ночи. Мне приятно общаться с мудрыми людьми. Спасибо вам за дружбу. Вы старообрядец. Я хожу в храм города Анапа, улица Ленина, храм Владимирский. Брат Игнать, у вас очень красивые голуби. У моего папы тоже голуби. Он живет у самого берега Черного моря в Анапе. Ори охотник и рыбак и голубятник. Но вот здесь девиз этой. Она отвечает, спрашивает, кто такой Акила. Акила – это один из переводчиков еврейских. Это не христианин из их людьми. И здесь тоже. Мы не старообрядцы из старообрядцев, но мы признаем то, что сегодня есть. Имеем общение с московской патриархией. Прямое через митрополита у нас бывает. А старообрядцы этого не позволят никогда. Александр Марьясов. Мир вам. А мне, Игнатий Тихонович, Господь сначала послал вас, чтобы я через ваше благовестие смог приблизиться и понять любовь к Священному Писанию, которая развернула мое понимание земного бытия на 180 градусов. Теперь я просто и не мыслю жизни свою без спасителя нашего Иисуса Христа. Слава Богу за все. Низкий поклон вам. Вот мы говорим о синодальном переводе 1876 года. Это не один из лучших. Самый лучший перевод по всей вероятности. Так, как переводили. Он сегодня затеяли. Нет, этот перевод неправильный. Там тысячи ошибок. Тысячи! Представьте вот. А почему? Потому что человек живет во тьме, в грехе. А тогда, раз нет перевода другого, поэтому я так и живу, как свинья. Яка свинья в кале лежит. Вот как покаянный канон говорит. Так и все. Нет. Ну, что сказать на это? Ну, не веришь и не веришь. А почему дальше? Дальше вопрос. А почему я должен верить евреям? Почему у нас не свой Бог? Ну, то есть, в родноверие это, в язычество скатиться. Все это грех. Юрий Соболев. Вот только вчера именно об этом слушал беседу отца Геннадия на 1 Коринфянам 1. Игнатий Тихонович. И чем больше слушаю эти новые беседы Геннадия Паста, тем больше вижу единство дух. И то, как дивно преломляется, расширяется, поясняется ранее сказанное вами, слышанное мною от вас просто и с обязательным обращением к слову в беседах батюшки. У него же много полезных пояснений, ссылок исторических, культурологических. Об этом писал вам уже не раз, но это чудное впечатление. Стереофоническое, как бы, из одного источника Духа Святого. И к всему всегда приятно приложиться, и всякий раз радостно и изумительно. Храни вас Бог, дорогой Игнатий Тихонович. Галина Влестка. Сергей Павлович. Это сколько лет демонстрирует своим правильным отношением к этому вопросу. Из машины в вольер гулять на поводок. Хорошо, что началось с кошки. А как страдает бедная? Надо бы задуматься кое-кому, а высчитывать полезное о собаках. Это необходимо. Но и обезопасить окружающих с меньшими клыками и джоулями. Дело совести. А она, эта совесть, только у людей и есть. А в вашем деревенском уставе про это что написано? У всех моих новых кузнечан, живущих на земле, построены вольеры. И никто из них не отпускает собак никогда и нигде. За исключением нижайших зимних градусов. Родительская любовь не должна быть односторонней. Кошка ласковая, пушистик и мурлыка. И то не один десяток голубков пощелкала. Как она не треснула? В городах было время. Собаки-бродяги нападали на детей и взрослых. Но сейчас крайне редко такие встречаются. Выбор в пользу людей. Дух нехороший. Но кто имеет уши, да услышит. Даже шарик посажен на цепи. Это правильно. Вам всем от Бога здравия и спасения. Ну вот какие события за вчерашний день. Просто нужно увидеть. Что события. Приезжала как бы комиссия. Ну если так можно назвать комиссия. По школе родители. Мы записали было. А с утра узнали, что у Игоря. Еще накануне узнали. Горох тяжелый. Материал выдавило. Стену на складе. Ну ток где. Потому что столбы подгнили. Их просто выломило туда. И что делать? И батюшка говорит. Придется ему сказать, чтобы обратился к лагерным. А я встал утром. Помолился. И думаю. Ничем больше заниматься не будем. Как скорее помочь Игорю. Он как раз горох убирает. А куда сыпать-то? Пропадет все у мужика. А как узнал батюшка? Вот мысли передаются. Я говорю. Не мысли передаются. Господь. Молитва. Ну и весь день. Ребята там работают. Работали, сделали. Шесть кажется. Пасынков поставили. Прикрутили к столбам какие были. А с обратной стороны бревном. Попережьим брусом. Игорь трактором. Придвинул на место стену. И все получилось. Мы с Володей вчера съездили на то место, где знак поставили. Потеряю вкус со стороны шарщина, корщина. А вечером я поехал на поле. Снял Игоря. Берет он урожай. Гороху. И весь день прошел. Много пришлось ездить, помогать. Не хватало там, как проволоку, закручивать. Поехал за саперными ножницами. То есть туда-сюда. Непрерывно. Ну сколько могли. Все сделано было. Сегодня узнаю. Роман начинает строиться. Ему помочь надо. Вот так. Это местное наше событие. Ну и посмотреть наши ресурсы. Это мой мир. Где можно переписываться. Люблю это. Это уже перестановка идет. Из ютуба. Наш форум. 1600 разных тем. Вот он как выглядит. Легко. Славный форум. Игнатия Лапкина. Форум. Тут можно многое-многое узнать. Ну и видеоканал. События. Каждый день выставляю по 10 небольших роликов. Ну как небольших? Это вот, допустим, 23 до 14. Вот тебе уже и 40 минут. 53. 58. Вот полтора часа. 40 минут. 16, 20, 50. Сейчас 50. На час 50 сегодня я выставил. Посещаемость. Есть просмотр 7 миллионов 217 тысяч 325. И подписчиков 7535. Большой ресурс. У нас это наш православный библейский сайт. Вот он здесь. И вопросы. Главное, это вопросы здесь. Разбито на 55 папок. Сейчас внутренний мир человека. Вытаскиваю по вопросику. Вопрос 3865. 26 том открытым оком. Поучительны ли биографии тех поэтов, которых приводите в своих книгах? Ответ поучительный может быть только то, что сравниваешь со священным писанием и прилагаешь к себе. 1 Коринфян 10, 6. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Ну так вот тут у меня показываю про Крылова. Кажется, это уже было. Кюхель, Беккер. Да было это. Вопрос то ли повторился, или я его, Лермонтов, так я его сейчас это уберу. Ну, и второе. Вопрос 623. Второй том открытым оком. Вы говорили, что учитель монаха видел за многие километры. Это ясновидение. Положительное или отрицательное явление? Ответ. Не только Сесой Великий, Паисий Великий, но и другие обладали этим даром. Если бы среди моих знакомых был бы такой человек, то я бы опасался его, ибо знаю за собой нечто, что другим знать не обязательно. Но, как мне известно, наделенное таким даром никогда им не злоупотребляют. Эти люди легко впадают под действие другого духа, злого, совершенно не замечая этого. Таких людей, даже если бы они говорили правду, нужно освобождать от этого дара через более сильный дар. Дар проповеди. Деяние 16, 16-19. Вот я сказал эти слова. Дар проповеди. А скажут, а где это написано? Вот ответ. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сие человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу именем Иисуса Христа, «Повелеваю тебе выйти из нее!» И дух вышел тоже сейчас. Тогда, господа, и увидев, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. Согласно содержанию Библии, ясновидением не обладали Адам, Иоанн, Исаак, Иаков, Моисей, Давид и так далее. Для нормальной жизни этот дар не нужен, он нужен для следователей. Даже апостол Павел редко прибегал к этой области, Говоря, чтобы не сделал нам ущерба сатана, Ибо нам не безызвестны его умыслы. Ясновидие может быть положительным даром, Но лично я от него отказался бы сразу, Чтобы не слушать шорохи чужих мыслей. Мне бы знать все про себя. Вот маленький вопрос. Считаю, что на сегодня у нас пока хватит. Субтитры создавал DimaTorzok